Очень здорово с этой способностью Фуриона комбинировать. Можно даже еще что-нибудь усилить. Я думаю, что, возможно, какой-то герой, который будет собирать Медеор Хаммер, например, появится, потому что, опять же, это здорово заходит. Очередь сил тьмы выбирать героя. Вообще все что угодно можно под такое дело взять, потому что Сэн Кинг сам по себе хорошо синергирует с аппаратом достаточно, чтобы не поддерживать дальше эту связку. Мне нравятся герои, которые имеют возможность выходить из спортов Фуриона, не таская постоянно с собой топорик. То есть, опять же, Морф вроде с воевам, может воет с прыжка, и тоже топорик есть всегда, и БФ может собрать, что там еще есть, Фантомка, но Фантомка не так популярна. И вообще вот просто... Первый террор за два дня. Сколько его банили, сколько его игнорировали вообще, и наконец-то появляется террор. Мне очень нравится. Тут, в принципе, можно было и его... Я думала немножко по-другому сыграть, но хорошо, террор, он всегда хорош, он всегда дает большое количество дэмэджа, и на линии он, в принципе, стоять может плюс-минус, опять же, посмотря, какая линия, но, допустим, нормальная, допустим. Так, ладно. С одной стороны Драгонайт и Фурион в качестве подпуша, с другой стороны Террор Блейд. И вот что еще можно? Кстати, можно отобрать Десс Профит себе в мид для CDC. Есть, есть. Такая возможность мне очень импонирует. Вариант можно и ОД просто взять и продолжать уже играть. Файт Вайпер был бы хорошим вариантом, которого забанили ЛГД Фарева Янг. То есть что-то такое уже неплохое и в драке, и помогающее в других аспектах. Ну вот решили, что именно через драку будут идти, потому что террор помогает реализовать возможность драки 5 на 5 в мидгейме, там не имея особого количества предметов. Шейкерсен, Кинг Энштопарэйшн, три героя, которым самое важное, это даже из шестого. Дальше они уже будут раскрываться на полную силу. Так, хорошо. Последний бан у нас. 20 секунд остается. Нужно избавиться от какого-то потенциального хорошего дэмэдж дилера и того, против кого террорблейд не так хорош. Я думаю, что мы могли даже Войда на самом деле забанить в такой ситуации сами. То есть он тоже... А, не сами Десс Профит забанили. А, кстати, Десс Профит тоже могла зайти, как вот у нас была уже ситуация с Девауэром и Десс Профит в качестве кэри, да? Но в данной ситуации тоже можно было бы, несмотря на то, что они проиграли. И появляется Квин оф Пейн для... Мобильный очень пик. У Сэн Кинга будет даггер и еще есть Бороу Страйк. У Шейкера есть, ну, тоже возможность собрать себе даггера первым предметом. Квин оф Пейн с блинком террора, ну, у него там как у ловкача самого по себе неплохой муспит. А Ниш Топорейшн хоть с базы свой ультимейт кидает. Очень мобильный и боевой пик. Вот сейчас мне СДС гораздо больше нравится, чем в прошлой игре, хотя и там они больше наошибались. А Войд появляется не там, где мы ожидали. Вот это уже интересно. Нет, я, кстати, как раз уже сказала, что Войд против Террор Блейда хорош, поэтому... Ну да, он хорош, но на таких вайдов ложится очень много ответственности, потому что дэмэджа в купол немного не хватает. Хотя дизраптор и нынешит профит могут обеспечить. Да, но теперь уже очень многое зависит от того, как будет фармить профит и от того, как все служится у Войда. Хоть что-то есть, это слава богу. Дизраптор даже, скорее всего, будет вне купола действовать, потому что, ну, два контроля тут такие, что лучше... Ну, это уже в зависимости от ситуации. То есть, если ты успеваешь Квин оф Пейн убить за купол, зачем дальше статик ставить? А вообще у них пик под Войду очень неплохой. То есть, ладно, там не только дизраптор, это не основной, а Элдер Титан. Ведь эта комбинация, она вот еще, по-моему, год назад была очень популярна, когда все брали Войда и Элдер Титана. Да-да-да, вот я забыла про существование Элдер Титана, тогда тут уже все хорошо. Потому что, знаешь, как лучше устраивать? То есть, сначала, допустим, купол или дизраптор, неважно, с кого начинать, потом трещина в то, что есть, и дальше продлевать уже либо дизраптором, либо Войдом из того, что у них осталось, этот контроль. То есть, стакать его так, чтобы у Квапы, там, у Сент-Кинга, у самых таких хороших эскейперов команды CDC не было шансов выбраться. Да и террор тоже, он живучий, за счет Сандера может долго существовать в файте. Самое главное — это его закрыть и не дать ему нажать заветную кнопку. Интересные пики получились. Вот как-то ты про Элдер Титана открыла мне глаза, я как-то вообще забыла про его существование. И все, тут будет интересная драка, прям вот отличная карта, чтобы завершить для меня здесь рабочий день. Ну, у тебя еще работы сегодня предостаточно, так что я думаю, что Драгонайта ты сегодня тоже увидишь. Я так точно, да ты, вот у тебя, у тебя, по-моему, Китай, да? У меня Китай, да. А, так что ты говоришь? Далеко не уйду. У нас с тобой просто китайская дота, она преследует. Знаешь, это вот, ладно, потом. LGD Forever Young против CDC, вторая карта. LGD Forever Young введут у нас, вот как раз они выиграли первую. И на второй есть шанс у CDC отыграться. И так используют они в данной ситуации Terrorblade и Queen of Pain. В качестве коров усиливают это дело. Кстати, у нас же... Мы не обсудили, что Санкинг является саппортом в данной ситуации, а Шейкер является храдлайнером. Как же давно я уже, кстати, Шейкера не видела в качестве сложной, вот именно на сложную линию, как кора. Как-то в последнее время отказались от этого героя. Может, против Фуриона захотели его взять в этом случае? Да знаешь, здесь очень-очень ликвидная ситуация была в плане того, кого именно поставят на харду, Шейкера или все-таки... Так, подожди, а кого они поставят? Ну, Марлин сам по себе это четвертая позиция в команде CDC. Ну, вот и я про это же говорю, а странно, что он пока... Нет, лучший Санкинг как четверка, он более мобильный, по крайней мере. Ему с его Бороустрайком гораздо легче не заруить ганг, чем фиссурой Шейкеру, потому что от того, как именно ляжет фиссура, слишком многое зависит. Именно в таких вот начальных файтах, в попытках кого-то забрать. Чтобы она и легла хорошо, и надамажила, и танчиком своим там задела. Потому что, ну, ты знаешь, как это бывает с фиссурами, слишком много шансов налажать. А тут у Нэкспица, там, может, даже золотишко себе заработает, будет быстрый блин. Мне такая расстановка нравится чуть-чуть побольше. Просто меньше шансов сфейлить. Да знаешь, вот я смотрю, блин, с одной стороны, фиссурой можно сфейлить, с другой стороны, некоторые Санкинги могут и под копами не попасть. То есть там же, наверное, на первом уровне не такой хороший рейндж. Это все уже зависит от конкретно игрока, от позиционки по карте. А в данной ситуации, я думаю, что они использовали Шейкера именно потому, что все-таки против Фуриона. Кстати, у нас ситуация следующая. Тут, во-первых, Фурион, помнишь, в какую позицию он будет играть? То есть это как а-ля Комплексити. Комплексити используют Фуриона в качестве саппорта. И они тоже так не предполагали, что так будет там, потому что у нас на сложной линии пока что стоит Дизраптор против Шейкера. И что вообще вот творится, пока непонятно в этом плане. Дизраптор против Шейкера. Вот так вот. Ну да, вот вообще-то какие-то эксперименты в последнее время с Фурионом начинаются часто. И там и киньи, которые его в ней ставят, и здесь саппорты, и Комплексити тоже самое делают. Нет, Комплексити, они уже год так играли, и у них круто получалось. Там Зифрик на этом герое. Он вот серьезно, я, во-первых, очень люблю этого саппорта. И он один из моих самых любимых игроков в Доту 2. И несмотря на то, что он играет в таком, скажем, не самом сильном составе, но тем не менее. Вот он использует его просто по максимуму. Там нужно учиться, смотреть и учиться, как играть на Фурионе через саппорта, потому что это Фурион, он может быть очень полезен. Вот опять же, с этими пеньками приходят на линию, да? А у них на двоих там 1000 хп. И они пошли вперед, а ты попробуй их выбить, попробуй их убей. И вот уже, посмотрите, Тироблэйд пришел в сложную линию. Когда ты идешь в сложную линию с Тироблэйдом под аппаратом, это смотрится очень неплохо. Потому что Тироблэйд форму проживает под аппаратом, с Анкинг есть танчик. И ты думаешь, так, ну я сейчас тут, ух, разнесу. А тут приходит Фурион со своими двумя пеньками и говорит, нет, не сегодня. И как-то уже не так все хорошо. Ну, конечно, будем ждать ошибки от одного или другого состава. Посмотрим, кто же первый ошибился. Правда, из-за этого сборка будет специфическая у Нечис Профита. И большие проблемы будут с дэмэджем Куб исключительно от него. Ну, будем полагаться в первую очередь на ультимейта, который мы уже обсудили. А дальше уже говорить о его роли. Но пока он саппортит монету, у монеты никаких проблем нет. Крепстат у него неплохой. Там разница в 3-4 крипа на такой минуте мелочи жизни. Выводы делать рано. Держится неплохо, не загнобили, в отличие от террора. Вот у него все печально выглядит. Ну, у него вообще уже хила нет. То есть он все потратил. А у Войда еще целых три танка. Там еще и поймали Акфу, неплохо продамажили, не примерзли. Теперь он вынужден открывать фласку, которую, скорее всего, мог бы оставить для монеты. Ну что ж, да, здесь уже никакого другого выхода нет. Но то, что творится с террором, это действительно печально. Дезераптор сложный меня интересует больше, если честно. Я, вот, знаете, тут, в принципе, ты уже привыкаешь видеть всех на различных позициях. Вот если видишь Бруду, ты понимаешь, если раньше она там 100% идет в сложную линию, то теперь она может быть МИД, как нам часто демонстрирует Рамзес. Все меняется, все в доте циклично, хаотично. И поэтому интересно. Но вот Дезераптор сложная соло, такого я правда не видела. Ну, знаешь, и это даже больше вопросов добавляет к тому, что происходит с террором. Почему нельзя поставить террора против Дезераптора, и хотя бы там надеяться на то, что они решат оставить Вайда в покое, а не дальше его пихать в трипл-линию, против трипл-линии, точнее. Ну, я думаю, что слаб пойдет тут же, как только будет такая перестановка. Ну, конечно, выглядит это... Да, это просто выглядит просто невероятно странно. То есть ты смотришь на... Либо они, может, слабнуться забыли, я не знаю, серьезно. У меня уже различные предположения. То есть, ну, может, они дают такой левел для того, чтобы как раз комбинацию с Войдом усилить нападение на Шейкера. У Шейкера могут быть проблемы, пытаются на развороте... Хотя бы как-то там раздамажить, но это фестплат для Дезерапторов сложный. Что-то про него там говорилось. Ребята, ошиблась, ошиблась. Нет, ну, тут, конечно, хвоу перетянулся. В любом случае, это нетрадиционно. Я не знаю, либо они недооценивают DC гейминг, либо, как я уже говорила, это как раз для того, чтобы комбинация с Войдом была более сильная. И против Queen of Pain, чтобы тупо ходить за Тироблейдом и Queen of Pain, и по кулдауну статика и гнобить, дать ему быстрый левел. Потому что у него буквально уже через один левел будет шестой. Это да. Ну вот, кстати, у Войда большие просадки по левелу из-за его триплы, и у него только третий против этого шестого. Но вообще, Дезераптор в любом случае можно начать выходить, особенно против Тироблейда, финальную такой аккорд сделать в его угноблении на эрли стадии, таким вот фрагом через, допустим, этот статик шторм, о котором ты сказала. И что ж, Тироблейд продолжает отставать. До сих пор разница в 3-10 крипов. Это уже ощутимо. И то, что у них у двоих не хватает экспы, у обоих коров... Ой-ой-ой, еще и башку такую словил, конечно. Проплатил наверняка в Уэй-то их тоже. И вот то, что сделали CDC, это печально. Но, с другой стороны, Тирор еще может вывозить на ранней стадии просто за счет метаморфоза. Будет достаточно урона, и там можно не покупать какие-то стартовые предметы. Ну, просто на них денег не хватает, поэтому не так быстро будет появляться. Но полагаться на метаморфозах. Хорошо. Шейкер, а у него транквилы. Хорошо, пятый уровень. Сюда, опять же, перетягивался Лдер Тетан. В этот раз, правда, фраг не получилось сделать. Пока, посмотри, крипа не хватало до шестого уровня. В миде Драгонайт уже подпушивает Тауэр Квинн оф Пейн. Пока сделать ему и противопоставить ничего не может. Потому что просто его не пробивает. И придется идти и использовать Шрайн. Блага, она мобильная в этом плане. И быстро вернется на свою линию. Подкоп от Санкинга по Войду. Войду просто делает таймболок и восстанавливает себе все хп. Поэтому нападение... А вот, кстати, на развороте. И вот он. Вот он, Дизраптор. Соло хат. Еще из пруты. Без шансов для Терров Блейда. Сейчас еще можно и Санкинга забрать. Но Квинн оф Пейн использует всю свою мобильность. И делает даблкил. Нужно добивать здесь аппарата. Аппарат также погибает. Это уже, кстати, килинг спрей для него. И... Да, но Квапа не хватает маны. И тем более слишком большой кулдаун Блинка. Могли забрать. Еще и Дизраптора. Но она решила... И не натанковать. В любом случае, файт тут вышел в плюс. Для команды Элла Файт... Ну, отчасти. Тут разменялись первыми позициями. Это большая проблема. И больших денег стоил именно Войт. Который находится... В лучшей ситуации по фарму находился. А вот сейчас Сиробэд все-таки сменил линию после смерти. И теперь, как ты видишь, тут же сравнялся по деньгам. И погибает Драганайт в миде. Тут разменчик такой произошел. Также погибает еще и аппарат. Размен пока. Плюс команд Сидиси и Яу. Остановили его. И получится ли его забрать? Маны не хватает у Шейкера. Есть у него еще и Чапит Манга. Но все равно еще 7 секунд до Фиссуры. Хорошо поработал. Даблкинг для него заслуженный. Ганга еще Шейкер. Сложная линия соло. Ганга еще Дезраптор. Ну ладно, Шейкер-то это уже привычное дело. Вот Дезраптор. Забавно тут, кстати, в это время я еще показывала, как Дезраптор с Квин оф Пейн разминались. Друг друга любили. Войт в это время получает экспириенс, которого ему так сильно не хватает. Ибо очень хочется 6 уровень. Хочется дальше идти, убивать Тетиролблейда. И, кстати, по левелу и по ценности, в принципе, Войт должен немножко опережать своего оппонента. Немного, кстати, на самом-то деле. Я думала, даже чуть получше будет. Но в любом случае 4-4. Посмотри на эту ситуацию. Получил 6-й Дезраптор. И там он действительно хорошо выстрелил с таким уроном на 5-й минуте, по-моему, Гангал. А теперь пришла очередь Акфу. Выходит опять ультимейт по СНЮ. Попался он уже в Кинетик Филд. Нет шансов для него никаких. Погибает он тут же. И также у Марлина большие проблемы. Можно его добить. Хотя Бору Страйк отлично по Акфу забирает Акфу. А что может сделать Дезраптор? У него закончился проказ. Есть Тандер Страйк по Анчестопаре. Тандер Страйк у нас 4-го уровня. Поэтому это Дабл Килл. А теперь еще и Кинетик. Надо преследовать Сан Кинга. Сан Кинга Бору Страйк пытается уйти. Но не уйти. Не уйти. Это Трипл Килл от Дезраптора. Сложная линия. Боже, что он показывает. Это просто... Вот это либо заготовочка, либо экспромт. Я не знаю, что это было. Но, как вы видите, это работает. А в это время еще Квин оф Пейн. Станчик не попадает на развороте. В Квизайце Супер использует Соник Вейв. Но сама отъезжает. Потому что не дадут кейстик оставать блинк по урону. Слишком много по таворам. Вот так вот. Это понимаешь. Дезраптор силен в двух моментах. Потому что, во-первых, он очень быстро получил ультимейт. У пятой позиции. Дай бог, там на 10-й, там 12-й минуте получить. У Дезраптора еще замакшенный Тандер Страйк для саппорта. Это не характерно. Поэтому урона огромное количество. Здесь он действительно заваливает в соло Тирлоблейда какого-нибудь. И это выглядит очень и очень мощно. И самое главное, что он теперь не мешает экспириенс получать остальным. Ахфус ставил спокойно. Правда, там на рожон опасным образом пошел. Слишком там вплотную ко всем дал ТТХ стомпы. Поэтому погиб. А здесь действительно очень хорошие подспорья для ЛФА. Чтобы уже тащить с куполом. Купол и такой уже ультимейта Дезраптора. Это гарантированный фраг того, кто туда попал. Да тут пока одного Дезраптора хватает даже без купола. А с куполом можно уже Алдер Титаны комбинировать. Кстати, прилетает Фурион. Нужно попробовать закрывать шейкера. Хватает рейнджа для хрона. Избивает его. С танчиком продолжает Алдер Титан. И вот как раз шейкера осилили. Притом это какой-нибудь, помните, храдлайнер, который стоял соло линии. Я это отмечаю. Чтобы вы понимали, что за него там и денег больше дают. Он фармы забирал. Соответственно, это приятно. Хроносферу реализовали просто замечательно. Вот мобильность Фуриона здесь сыграла плюс. И можно еще и тавр подпушить. Дезраптор аккуратно. Да, реализация хроносферы. И если посмотреть на Детворцы, очень плохая ситуация для Террабейда складывается. И у него есть шестой уровень, но он не стал качать Сандр. Вместо этого он на троечку метаморфоза взял. Но будет надеяться, видимо, на фарм в лесу. Как-то в более безопасных обстановках. Не вылезая в совершенно какие-то опасные ситуации. Вот видишь, около Т1 вышки. Очень сливого в глубине своей территории. Без шансов, что его здесь достали. Но будем надеяться, что в ближайшее время все-таки за Сандр он также возьмется. Дезраптор не указал, не туда поставил свой кинетик филд, не попал. Там еще и Фурион туда прилетел. Драгонайт монтит, монтит, монтит. Но они встретят его. Бороу-страйк, все, пошел. Пианака песочки, песочки. Время выигрывает, но стан здесь, кстати, тратить нет никакого смысла. Продолжение стана от Элдер Титана. И свирепствует Дезраптор. Первое место по Нетворсу Дезраптор. Ребята, как там у вас дела? Так что, если вы видите это сейчас на ваших экранах, я надеюсь, вам 18+, и вы не пойдете это пикать Дезраптора Соло сложную в своих пабликах, потому что тогда нужно будет Люди Форо Ваянг давать репорты. Но дело в том, что не в том, насколько хорош Дезраптор Соло сложный. Во-первых, он стоял против милишнего кора. Это первое. Во-вторых, к нему приходили гангать. Это второе. И третье, что самое главное, это то, как он реализовал свой левел. То есть, посмотрите, он сразу, сколько он перетягивался, как грамотно он перетягивался. А в итоге Шейкер до сих пор без Даггера Фессура. Ну и тут даже, опять же, статик тратить нет никакого смысла. Избивают его с руки. И надо Войду, желательно, оставить. Так и получается. Он надо забирать враг. Опять же, хорошая перетяжка. Даже, ой-ой-ой, а там чуть было, не забрали Фуриона. Но все-таки остановить его не получилось. Не успел он примерзнуть силами аппарата. Ну что ж, здесь даже не столько вверх тянет команду ЛФА, Дезраптор. И вот эти вот массовые прокасты, которые начали уже проявляться от всех героев команды ЛФА. Ну и тянет вниз команду СиДиСи Тираллэйт. Ужасное положение по фарму. Совершенно он выключен из игры. Раньше это был герой, если бы у него был хотя бы средненький фарм. Он мог бы подключаться в драки, там пытаться кого-то надамажить, убить. Цель, которая загуляла, допустим, как сейчас, Войт далековато зашел. Но теперь он вынужден АФК фармить, иначе он слишком сильно просядет. Сейчас враги не стоят их денег. Смотри, и статик. Статик нужно ставить на Тиро Блейд. Да, станчик от Альтер Титана. Пошел статик, ну и Тиро Блейд. Монстр килл, монстр килл. А в это время, в это время Фессура. Монета хотели спасти. Ну, кстати, они были близки, но тем не менее, не настолько, насколько Тиро Блейд были заговоры к смерти, а Тиро Блейд забрали без проблем. А как бы он Сандер использовал? То есть статик же. У него нету Сандера на восьмом уровне в любом случае. Ну, мне тоже. Я с тобой согласна. Я тоже считаю, что нужно качать. Но в любом случае, он бы тут ему не помог. А тут еще Кинетик. Хороший Элдер Титан, станчик. Квин оф Пейн пытается вгрызаться в Фуриона, добить аппарата. Аппарата получается добить. Погибает также Санкинг. Квин оф Пейн, несмотря на то, что на хосте, хочет с помощью Суни Квейва добить. Яо, яо, погибает. А Квин оф Пейн вгрызается дальше. Но маны не так много. Отпивается флаской. Войд подходит. Имеется хрона. Шейкер встреет. Башки проходят. Даже станчик не стоит тратить, потому что он и так погибнет. А Глимск Квин оф Пейн. Квин оф Пейн кулдаун, Блинка, Акс. И террора, Элис. Ты посмотри на террора. Сейчас, ей шансов зацепить, ей все расплита отлично залетает. И это для него уже должен быть прак, хотя они стали за ним идти дальше. Там неудачная позиция. Потому что реснули сюжет. И тут уже Санкинг, эпицентр, Ахфу также должен отправляться в таверну. Войд, кстати, все это время не тратил хрона. Я думала, что он будет стараться на Квин оф Пейн ее потратить. Именно поставить хроносферу, но не получилось. Тут на руку сыграло то, что левела не такие большие, быстро. Там Санкин креснулся. Но это не отменяет того, что LGD Forever Young доминирует и властвует. Правда, сейчас загрызается Войда. А Войд был под маску в Майонез. И не дадут ему, в принципе, здесь сделать ни таймволк, ни хрона поставить. Это минус Войда. Зря он там остался. Ладно. Все равно. Обратите внимание на итоги. Да, сейчас вы это забрали. Это... Да, 3-2-2 золота зарабатывает себе Квин оф Пейн. При этом 5000 преимущества на 14-й минуте. И при этом террор беспробудно просто сидит в самой нижней части таблицы по фарму. Ну и вот хоть какое-то время сейчас у него появилось для того, чтобы побить Крипчиков около Т2 вышки. Но до этого он погиб. После этого влез в 5 и очень сильно просил ПХП. Так, а тут Марлин подкапывает. Светс, влетает отлично. Ей сейчас забрать дизраптор. Дизраптор сам не придется еще. Кстати, кстати, успеет поставить статик на Квин оф Пейн. И он успевает это сделать. Правда, ультимейт от аппарата. И получается... Скорее, сколько за аппарата денег получили. Ты посмотри, 700 золота за аппарат. За дизраптора, да. Посмотри. Да, извини, пожалуйста, за дизраптора, извини. Много, много золота. Ну, разумеется. Ну, слушай, во-первых, у него там нетворс. Ого-го, какой. Во-вторых, у него статистика как бы была 10-0. Так что, понятное дело, там много аппарата. Слушайте, может, меда скупить, а? Ну, серьезно. Привалило золото. Драгонайт в платформе. Подпушивает тавр. Здесь рядом находится Фурион, который помогает своими пиками. И Элдер Титан, который, если что, готов сейвить и помогать своей команде. Войт также имеется рядом, у которого имеется хрона. Поэтому, если что, с Элдер Титаном можно наконец-то комбинацию стерилизовать. Собирает, кстати, себе следующим артебактом он БФ после Масков Мэйонез. Ну и пошел в мид фармить. Понимаю, что здесь драться на этот тавр не будут, поэтому и без него, расскажем, так его осилят. Да, и что ж, по итогу все равно 5000 преимуществ, все равно террор. Ну, кстати, террор и сейчас уже нашел Дизраптор. Правда, тут рядом есть Марлин, уже выходить не очень хочется. Но Раптор дает инфу, очень хорошую инфу. Можно было бы попробовать там хотя бы с Хурионов стянуться, там забрать его через статик Вин. Хотя нет, статик, что он через только 20 секунд будет. Но все равно. Так до последнего преследовала, прям надежда и у меня, и у Дизраптора теплилась. Но все равно из этого ничего не вышло. Кстати, Дизраптор делает себе Вейлл в Дискорд, который очень сильно апнет его демж. Выходит, все-таки Судаяу случил Сетана, Марлина. Правда, последний есть. Он сам вылез отсюда, есть все-таки Тандерстрайк. И должны его закрывать уже ультимейтом, пытаться есть. Кинотик пилд, отлично лег. И даже с руки его неплохо поднабивают. И подходит сюда уже супер. Он уже как-нибудь справится без ультимейта. Забирают Сункинга. И даже тут, кажется, не успел никакой активности приложить Драгонайп. Поэтому и ассист ему не досталось. Ну и ладно, они ничего на нее не потратили. Теперь можно у ДК форма через 13 секунд. Почему бы за Т2 Тауэром не пойти? Правда, Вижена тут нет, а вот тут все ДС хорошие. А, ясно. Ясно, ясно. Ну что ж, как ты видишь, Дизраптор продолжает гнобить всех на этой карте. Собрал себе Дискорд, появился уже, летит к нему рецепт, последний кусочек. И что по поводу остальных? У Драгонайта есть барабаны, по сути, на этом все. Еще у Вайда дальше, Battle Fury. Но он уже давно его собирает и все никак собрать не может. Тоже скатился по Нетворцу. И причем Террор-то вышел вперед в него даже. Ну, правда, ненамного, но он впереди оказался. Орчат и Смоки. Сразу же Смоки и Терраблэй тоже идут вместе. И хотят попробовать подраться. Здесь также Смок. Имеется хроносфера. Главное ее качественно дать. То есть Даггер и Орчат на Квин оф Пейн. Грызаются сразу Вайда, его будут пытаться. Но Статик просто великолепный Элдер Титан. Разлом это минус 2 сразу же. Надо добивать Квин оф Пейн и добить ее, получается. Неужели он выжил? Слушай, Войд выжил. Я вообще не верю. Просто этот Статик был божественен. И разлом от Титана. Он тоже не потратил хроносферу. Он просто ее... Они сейчас просто идут на Рошана. Потому что здесь... Так, Санкинг Эпицентр не тратил. Ультимейт аппарата был потрачен. Террор-бэйт правильно сделал, что ушел. Квин оф Пейн не успела, по крайней мере, Орчат свой ультимейт делать. Вот я думала, что она не пожалеет его. Но они подумали, ах, вот здесь уже Шейкер потратил Эхо Слэма. А там уже дальше закрыли с помощью Статика. И теперь это минус Рошана. Это были тоже там около 7 тысяч преимуществ. Да, там денег подзаработают. И плюс АЕ, где с возможностью выйти на Т2 Тауэр на миде, я думаю, для них уже реализуется. Хотя придется дождаться драконьей формы. Они потратили ее на файт, на Рошана. Нужна уже следующая. Ну, я думаю, БКБшки для АДК тоже вполне можно подождать. Он быстро фармит. Он на первом месте по Нетворсу. Ну, а по поводу Терраблейдов. Качал он все-таки Сандр. На 11, по-моему, уровне и взял. И дальше у него Монта Сайл в планах. И после этого уже скатит. То есть обычная дефолтная сборка. Ничем не примечательная. Вполне юзабидная и здесь. А тут, правда, подловили уже, как ты видишь, Гориона на хайграуде. И забрали его. Вообще странная сборка. То есть, ладно, там Яша. Сейчас я понимаю, почему там Монта и так далее. Но я думала, что он будет стараться себе после. Либо сделает какой-то один артефакт на статы. Либо Яша, либо Драгон Лэнс. А потом будет делать рейдкликом БКБ. Потому что кто ему больше всего неприятностей доставляет? Дезраптор. Ты не можешь статики использовать. Ты вообще никак не можешь от него избавиться. Он тебя всю игру преследует. Все твои смерти только благодаря ему. И ты как бы думаешь, если мне так сильно мешает Дезраптор, что он мне поможет? Блэк Лэн Барр. Это было так очевидно. Но он решил, что я соберу себе Яша, я соберу себе Драгон Лэнс. Я соберу себе Сканди, я соберу себе еще там кучу всего. А БКБ вообще не соберу. Но у меня есть к этому обоснование небольшое. Потому что гораздо больше профит он получает со статов. Он полагается на то, что у него есть Драгон Лэнс, огромный рейндж. И если все-таки драка будет с руки CDC, то он будет занимать достаточно хорошую позицию, чтобы не встревать в эти ультимейты от Раптора. Хотя для Раптора будет цель номер один именно его накрыть. Хотя с другой стороны, знаешь, там накрыть шейкера, накрыть аппарата будет гораздо ценнее, потому что они гораздо больше тема же. Вот Лайк Вин оф Пейн, то есть все, кроме него, будут большим приоритетом для ультимейта Раптора. Но если там получится накрыть, то накроют. Но Террор будет специально занимать такую позицию, чтобы его не накрыло. А статы ему дадут многое. А БКБ ему не даст ни выживаемости, вот в плане ХП количества. И, ну, там, конечно, силы есть, но это не так много. И не даст ему дэмэджа дополнительного, в отличие от Манты, который добавляет ему и в лобкости, в отличие от Скади, который дает бесконечно много статов. То есть ему здесь выгоднее, чтобы не приседать на его текущем уровне, собрать все, кроме БКБ, и надеяться на позицию. Если, конечно, ближайшие там несколько файтов он ее нарушит, и его будут, именно его цеплять через ультимейт Раптора, ну, как сейчас, он просто попадался на Ганге, но сейчас уже не та стадия, чтобы именно через Ганге его ловить, то он соберет БКБ. Ну, вот смотри, то есть тут преимущество уже 9000, да, для такой минуты. И если он решил игнорировать Блокинг Бар и собирать такие артефакты, то есть они уже рассчитывают на позднюю лейт стадию, на совсем позднюю, когда там смогут... Но давай посмотрим, поздняя лейт стадия — это хроносфера, а против хроносферы тебе вообще ничего никогда не поможет. То есть ни Монта, ни БКБ, и как раз единственный шанс — это, может, статы, но смотря уже, насколько тут и Элдер, Титан, Санкинга цепанули, Санкинга убили, приходит сюда Терробейд, прыгает Финн оф Пейн с Дабл Демджем, Дизраптор пытается уйти с помощью телепорта, Финн оф Пейн не жалеет Сауньк Вейв, дальше преследует за Фурионом, Фурион в кулдауне телепорт, другого телепорта нет, имеется только медалька, и он здесь Яо Монсит, но Фессура прикрыла его путь к отступлению, даже на самом деле ничего бы тут не поменялось, его вдвоем так же убивали, на этом подпушили так неплохо мид-линию, и теперь, так как нет ультимейта у Квинн оф Пейн, они боялись агрессивно прыгать на него, тем более тут у Войда имеется все-таки Аегис, ну, ладно, потеряли Фуриона и Дизраптора. Да, это уже большие потери, потому что каждый герой команды Луфай стоит гораздо больше, особенно Дизраптор, неплохое положение по фарму занимает, хотя и скатился в последний момент, но ему больше фармы не нужно, он взял то, что ему нужно, Аганим там собрать в ближайшей перспективе, и то будет хорошо, хотя он решил на Блинк перейти, больше всего у меня у него радует Фейс Бутс, вот это там ламинирует его фиг, его Итам Билл, прошу прощения. Ну что ж, Марлин, Сетсу, возможность для Купола отличная, но все равно Марлин и не зацепила, а вот Сетсу попался, тут есть уже ультимейт, полетел от аппарата, но Манета зацепила, кстати, действительно, но все равно справились с Попой, то есть свою задачу выполнили, и теперь они могут переждать дебаф и пойти уже на эту два вышку. Абсолютно верно, то есть он даже не видел же Сан Кинга, круто все сделали, разломчик от Алдер Титана, так как и должно было быть, Квопа такого не переживает, тоже она собирает себя Блэкин Бар, ей без него тут очень сложно, тем более, опять же, она понимает, ну ладно, по поводу БКБ уже хватит об этом, заберу Т2 без шансов, без Куин оф Пейн Дефит нет нежелания, невозможности, и тем более, я знаю, Аегис, пока один раз Войду сложно убить, а два раза пока для СДС в данной ситуации вообще невозможно. Не так сложно, если подконтролировать его, самая большая проблема, это то, что он с Тайм Волком может ХП восстановить, а тут, ну можно, если цепануть грамотно с Эн Кингом, без проблем его забрать, но то, что у него есть хроносфера, увеличивает шансы дать хороший купол, ну сейчас тут обошлось все вообще, без контакта, считай, для Войда, быстренько поставил купол, мгновенно разобрали Сетсу, отошли, но это уже должен был быть залог на будущий файты, ну а Егис кончился, как-то я уже тоже прошляпила тайминги, в итоге просто он без размина, так, там еще есть, по нему Салли с Орчидом, его зацепили, есть подкопчик, вот он и контроль, вот он и забор этого мана, это дождались, по таймингу хотят, сейчас там Волк, он просто на Сетс выходит, Башек выдает отличный паней, она должна подпрыгивать, но только 10 секунд, блин, слишком много стоит ожидать, Куань погибает, также в статик шторме, Сеань Ю слишком сильно пострадал, нету у него мана, на Сандер, вот это слишком большая проблема, тут же его зацепили, и заметьте, статик был не на нем, я хочу сказать, что в данной ситуации, ну он без ванны остался, сколько всего пережил Войт, вот ты говорила, вот контроль, что на него дали Сайланс, на него дали ультимейт аппарата, на него дали ультимейт от Шейкера, если я не ошибаюсь, тоже в него был, и подкоп, а, подкоп от Сан Кинга от него был, да, и все это он пережил, потом просто прожал Мэтнес, и вгрызся в Квин оф Пейн, Квин оф Пейн там чуть-чуть ему помогли, и она отъехала, в итоге просто очень дешево, то есть он бы даже Аегис не потерял, если бы он был, в итоге они заберут 2-3 тавера, уже забрали на миде, уже забрали на боте, еще скорее всего 2 стороны, 18 секунд до появления Террор Блейда, Байбек не хочет это делать, а даже если сделают Шейкер без ультимейта, Квин оф Пейн без ультимейта, Террор Блейд пока, ну придет он с Монтой, ну форма тоже в кулдауне, он ничего не может. Да, у него все слишком плохо, но он рестница, по крайней мере попытается там, что он тут попытается, уже ничего, уже ничего, все, свои ультимейты, кстати, тут даже если посмотреть, Войт после такого завеса, он даже хрона не тратил, представляешь, насколько они грамотно пробили всю встречу, я, кстати, очень удивилась, что столько Войт в себя впитал и выжил, потому что у него не сказать, что прям там 2000 хп, у него просто БФ был, ПТшка и Москов Меднес с Аквилой, то есть это вроде не те артефакты, которые супер много статов дают, а пережил, пережил и еще на развороте навалял. Действительно, ну там недоконтроль, хотя вот чем еще его контролировать, потому что там и Киссура была, и Уорчит, и Броу Страйк, все было, все было, тут вообще все было, и ультимейт аппарата был. Я какой-то еще от Аквапы, чтобы уж точно его забирать, но я как-то рассчитывала, что больше по нему демори сходить будет. Да я плюсую, люто. Не понятно. Я уже там морально была готова к его смерти, но тут смоки от CDC, они готовы пойти в атаку, вот, например, Ахпу зацепить вполне реально, но он как-то больше успеет иметь, чем предполагали CDC, и спрятался еще здесь Дизраптор, вот он готов сейчас пойти в атаку, если что, в ликаут. Как их раскатили сейчас, как же их растягивают? Ну, они все равно будут идти до конца, подкоп по Элдер Титану, вводят рядышком, находится Статик, Хрона по троим персонажам от Монета, это, ну, после этого ГГ просто, тут дальше играть нет смысла. Сандер сделали, такое Хрона, да, нам плюс мораль команды давит, в данном случае для CDC, разумеется, минус, и Квин оф Пейн даже, она, вот это, знаешь, вот как раз, я не очень люблю так часто говорить, но это смоку последней надежды, вот это был реально смоку последней надежды, если бы у них как-то получилось сбить стрики, у них может быть что-то бы и вышло, но в данной ситуации ничего не получилось, и такой хроносфер еще по лицу, по троим героям, я поздравляю, ЛДФР и Янг, отличнейшая серия от них. Да, это действительно просто невероятный купол под конец, вот там все, криво-косо пошло у CDC, они напали на Ахфу, вообще на неприоритетного персонажа, его же завалили и ультимейтом аппарата там, и я, вообще-то еще раз, я признаю, я признаю, я признаю, Продолжение следует...